Маленькая точка на карте Америки Бухал сильно, таблетки, порошки, всякая вот эта ерунда Назвать меня Вова, я из Белоруссии, здесь живу в Баффало, Нью-Йорк, наркомания очень долго, с 94-го года Все уже запарило меня, короче, такая жизнь, и, ну, хочу исправиться Не работала, не ходила ни в школу, никуда, и один прекрасный день я встретил своих друзей Получилось, что я попробовала наркотики Ну, алкоголь я около 20 лет употреблял, а наркотик чуть меньше, лет 8 Ну, я здесь 11 месяц, это скоро домой Я нашел, как бы, себя, я много что понял здесь за все это время А это вот наш, ну, девиз нашего, ну, центра Вот здесь на камне, ну, выбиты Ну, это не только на каменных скрижалях, но и в наших, ну, сердцах Спасай взятых на смерть И неужели откажешься от обреченных на убиение Действительно, эти люди, которые попробовали один раз наркотики, они обречены И если мы верующим не поможем, тогда уже никто не поможет Всего 4 года назад Евгений Кириллов приехал в Соединенные Штаты Чтобы продолжить работу по реабилитации наркозависимых людей на американской земле При поддержке нескольких славянских церквей, частных лиц, была выкуплена земля в штате Мизури И тогда, 4 года назад, кроме старенького домика и полуразрушенного сарая, там ничего не было Но принимать на реабилитацию начали сразу И за эти 4 года сотни людей прошло реабилитацию Построено большое хозяйство, где трудятся те, кто раньше были обречены на смерть Каждый день в центре для всех и тех, кто проходит реабилитацию и самих работников становится испытанием Труд, дисциплина, межличностные отношения – во всем этом формируется характер и происходит восстановление личности Освободиться от наркотической зависимости – это начало Но быть готовым вернуться к жизни полноценной личностью, готовой трудиться на благо всего общества – это главная цель работы реабилитационного центра «Новая жизнь» Занимался, ну, и криминалом, и, в общем, жил распутно, так сказать И уже, в общем, лет 10, лет 8-10 я просто там употреблял алкоголь, кокаин, марихуану И уже последние 2 года я уже сидел на героине Я приехал вот 2 года назад на реабилитацию Прошел реабилитацию с первого раза И я решил остаться в центре Тоже работать, помогать Таким, как я раньше был сам Кто запутался, может быть, в жизни Может быть, помочь как-то им найти выход Здесь, получается, ребята, я сам тоже приехал И уже с жизненным опытом И уже как бы сами знают, что это то, это то Просто, ну, самое сложное, чтобы они поняли, что нужно оставить все Просто все до конца полностью Чтобы они не выговаривались, не убеждались, что я вот здесь хороший А вот это мне только наркотик бросить, а остальное я оставлю Я нормальный пацан там и все такое Это, ну, это очень сложно таким ребятам Практически невозможно пройти это То есть это, ну, в первую очередь, это разобраться с самим собой Конечно, не очень здесь так легко было Но это хорошая школа, чтобы идти смело по жизни дальше Ну, больше я знаю, что одно, что я себе взял Что я больше не вернусь никогда к этому наркотику И алкоголю, потому что оно у меня все отняло Все, что я имел, все, что я просто потерял Очень много лет со своей жизнью Ездили на поле недавно, поле убирали, поля большие, знаешь Убирали поля от камней За трактором ходили, убирали поля Там очень мало зарабатывали, знаешь Но именно делали это со смирением Знаешь, кто-то кидал, уезжал И, ну, один день ты, короче, все, пошел, вещи собрал Другой день вещи распаковал На следующий день и все, я остался опять Уже половина здесь ребят были Ну, здесь половина нет Я меня же их просто попросил в двух словах рассказать вам Что это за место такое, как себя вести Просто с ребятами, которые на реабилитации Здесь есть я, Денис и Филипп Это внутри работника, кроме Жени и Тани То есть, ну, с нами можете, ну, оба... Ну, как, ну, как друг другу ведите себя так и ведите себя Не стесняйтесь Все там, еще ходите, спрашивайте, рассказывайте Все нормально, но с ребятами, которые на реабилитации, ну, как бы, у нас существует правило, которое им нельзя нарушать Там, опаздывай где-то, что-то там все позвонят лишнего, там, парню с девчонками Там может обниматься как-то по-дружески, типа, нельзя этого Что ты тут делаешь в церкви? Помогаю, делаю, что нужно, какие работы нужны Сейчас обед готовим, чтобы пацаны были сыты Чтобы они видели, что за ними ухаживают, что они, ну, не оставлены А это третий раз, уже наш, и просто нравится здесь, видно, как каждый день люди меняются И просто хочется помогать им Жека наш начальник Таня у нас тоже начальник И доктор, и кухар, и бухгалтерия Им тяжело Ищем мы их парим очень сильно по ходу Вот Ну, как бы И, ну Хочем делать на Лучше Строим вот сранее Сейчас для Овец Это герой мой Герой Я вот езжу куда-то еще там Уезжаю Она здесь всегда в центре Колбасится На фронте Ты кому там смс-ки отправлял? Ну-ка, пойдем, разберемся Какие смс-ки? Шутка Сложнее всего, что нет времени на дочку Но я думаю, что бог о ней позаботится По крайней мере, он так пообещал Так что я надеюсь, что наша дочка будет Вырастет По крайней мере Хорошим человеком Наверное, да, род Господа Да, я думаю Своими силами я бы здесь не справилась Это точно Тяжело Они не слушаются, ребят И что-то приходится и объяснять И терпение нужно на всех Нам нужны хорошие работники Которые будут нас слушаться стопроцентно И делать то, что мы им говорим Просто есть помощники, которые приезжают Есть хорошие помощники А есть плохие помощники Плохие это те Которые начинают где-то через дня три Говорить, что у нас здесь того нету Сего не хватает И все такое прочее А хорошие это те, которые слушаются И делают И полностью нам доверяют Потому что нормальному человеку Который приезжает сюда на служение Сразу не понять, что здесь происходит Для этого нужен минимальный год хотя бы Так что нам очень нужны хорошие работники Нам нужны финансы Нам нужен строительный материал Но самая основная нужда Если вот кроме финансов То это, конечно, хорошие работники Люди, которые на сто процентов готовы Забыть про свою собственную жизнь И отдать свою жизнь для этих людей Пять лет назад Мы здесь приехали смотреть эту землю Серега Мотивасян, я и Ольга И мы попросили Онора, ну то есть, ну чья это земля Нам без него посмотреть уже И мы пошли вот на это поле На которое мы сейчас идем И мы знали, что эта земля должна быть нашей Чтобы здесь спасались люди И действительно это место наше Мы все увидели речку, все, что принадлежит И прямо наши сердца бились И когда мы пришли на это поле Мы начали молиться У меня есть это на видео Мы начали молиться И три орла спустились над нами И начали кружить Представляешь, мы молились Но денег не было Но мы знали, что это Божья воля Чтобы спасались люди И вот мы пришли на это поле И здесь молились Пойдем Вы можете принять участие В судьбе этих людей Которые действительно стоят На границе жизни и смерти Чтобы остановить многих От падения в пропасть Из которой нет возврата Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok